Единство, развитие, независимость, роскошь, которую может себе позволить не каждое государство, а мы можем, потому что мы сильная и процветающая нация. Мы Беларусь. Как дворец республики встретил делегата Всебелорусского народного собрания, о чем говорил наш президент Александр Григорьевич Лукашенко и на десерт, чем угощали делегатов. Об этом в нашем сюжете. Главное общественно-политическое событие года в Беларуси – Всебелорусское народное собрание. В столице собрались делегаты из разных регионов страны, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а также депутаты гражданское общество. Столько талантливых, красивых, креативных людей. Что чувствуешь ты из само спокойствия? Ну что ж, тут можно вспомнить только Федора Ивановича Тютчева. Единство возвестило ракул в наших дней, быть может, спаянное железом лишь и кровью, а мы попробуем любовью и там попросим, посмотрим, что прочней. Вот здесь видно настоящую атмосферу любви, созидания. Это люди, самые лучшие люди нашей страны, трудовой народ. Быть депутатом Всебелорусского народного собрания – это круто, модно, современно? Это ответственно. Батька что сказал? Все делегаты, которые там побыли, посмотрели, послушали, приняли участие в работе, проголосовали. Вы дальше на местах рассказываете о тех решениях, которые были приняты, о тех тезисах, которые прозвучали. Я чувствую огромную поддержку своего народа, своих близких, друзей. И, конечно, для меня большое счастье и радость находиться здесь, быть участником Всебелорусского народного собрания. Это очень судьбоносное, такое решительное событие для нашей страны. Вот вы окунулись в эту любовь, вы чувствуете, что она здесь всегда с вами теперь? Да, чувствую, что действительно у меня уже космическая поддержка и любовь своего народа. Что сейчас чувствуете в окружении таких потрясающе сильных духом и телом людей? Ну, правильно вы уже сказали, здесь очень большая часть людей, которые давно друг друга знают, которые чего-то в жизни добились, являются авторитетными для своих коллективов, для людей, которые их знают. Они много для государства сделали, для каждого человека в отдельности, кто обращался, много сделали. Особенностью нового статуса Всебелорусского собрания является то, что теперь этот орган будет проводить заседание не раз в пять лет, а не реже одного раза в год. Срок полномочий в НС составит пять лет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси, какой должна быть наша страна, как сделать ее сильнее. Только мы это знаем и никто другой. Да, было трудно, но будет не легче. Но будет интересно, ибо мы выбрали сильную, суверенную, независимую, мирную Беларусь. И в это сложное, противоречивое время надо выстоять. Мы должны это сделать. Время выбрало нас. Александр Лукашенко отметил, что поколение победителей показало, что сила нации не в капиталах и не в военной мощи, а в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. По итогу тайного голосования Александр Лукашенко был избран председателем Всебелорусского народного собрания. Игорь Петрович, что вы чувствуете, когда находитесь здесь? Вот люди интересные вокруг нас. О чем разговаривали в Закулисье? В Закулисье всегда самое интересное, потому что все-таки Всебелорусское народное собрание это строго протокольное, важное, но протокольное мероприятие. В Закулисье, конечно, очень много говорилось о тезисах президента. Люди переосмысливают их. Обратили внимание на слова президента, что, конечно, хорошо, когда у нас диктатура, когда у нас есть лидер, который принимает важное решение. Но когда-нибудь настанет время, когда Всебелорусское народное собрание, люди эти, должны будут самостоятельно принимать важное решение для судьбы страны. Вот Лукашенко говорил, что в 96-м году Всебелорусское народное собрание спасло страну. Вы шикарно выглядите, я хотела вам это сразу сказать. Что услышали лично для себя, что сказал президент? Он большой молодец. Как был, так и остается. Судьба каждого человека в его руках. Труд, пахота, 100% вера в себя, в свою победу, в свой успех, приведет каждого из нас только туда, наверх. Песня будет посвящена Всебелорусскому народному собранию? Пропитали здесь вот этой энергией людей, которые и в космос летят, покоряют, и за станком стоят? Я думаю, да. Обязательно. И будет называться «Время выбрало нас»? Точно так. Когда наши президенты так близко общаются в неформальной обстановке, я до сих пор скучаю по этим обалденным видео, как они там на какой-то лодке вместе ходили. Это круто. И это для меня важно, что они общаются. И, конечно, я рад, что Александр Григорьевич избран председателем. Очень жду решения, конкретного решения по следующим президентским выборам. Они мне уже как родные стали в Беларуси. Я хотела бы сказать, что Костя здесь не только заземляется, он еще и закупается. Я вам сейчас покажу картинку утреннюю и попробую вас попросить угадать, сколько это стоит. Сколько стоит и почему такой вывоз белорусской косметики? Давай, чтобы не соврать, я прямо найду эту картинку, фотографию. Я чек специально сфоткал. Здесь пара позиций не мои. 126 рублей я заплатил. В России я перевел на российские рубли. Это 3,5 тысячи где-то российских рублей. Плюс-минус там. Ну, это, конечно, очень дешево. Я бы на месте белорусских производителей поднял бы цены на такие товары. У Беларуси много брендов. И россияне, на мой взгляд, слава богу, начали о них узнавать. И спасибо большое санкциям. Тоже вам лайк ставлю. Это очень круто. Мы начали вот так ездить. Чем же кормят делегаты Всебелорусского народного собрания? Конечно же, это по традиции. Мясная нарезка, овощная нарезка. Наш ароматный белорусский хлеб, водичка с газом или без. А также на горячее всех ждет гуляш по-чешски и ризотто с овощами. Приятного аппетита. Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо ест. Уже завтра, 25 апреля, делегатам будут представлены проекты стратегически важных документов, концепции национальной безопасности и военной доктрины. Оксана Канашец, Каролина Прокофьева, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.